Лекция 17. Ископаемые ДНК, ДНК-генеалогии и археологии. На данном слайде пройдена лесенка субкладов гаплогруппы R1a и желтым цветом указанная ископаемая ДНК, которые несут гаплогруппы R1a, которые найдены в Европе. Это самые старые субклады и датировки их образования от 20 тысяч лет назад, это верхняя линия, до примерно 8,5 тысяч лет назад. Ископаемые носители гаплогруппы R1a прослеживаются от культуры липианского вира 9400-8200 лет назад, но там самих ископаемых ДНК пока нет, но есть положение костяка, характерное для гаплогруппы R1a, то есть на боку в скорочном положении. Далее идет культура шнуровой керамики 4600 лет назад в ДНК, ископаемые R1a, и серия ископаемых R1a в Европе. Там они обычно называются поздний неолит, бронзовый век. Это 4740 лет назад, до 4290 лет назад, и там субклады, а мы только что видели их расположение, М420, то есть был самый верхний на показанной ранней диаграмме, М417, тот, который 8,5 тысяч лет назад образовался. Далее ископаемые R1a найдены в Смоленской области, Псковской области, с датировками несколько больше 5000 лет назад и 4500 лет назад. Субклад М198, тоже старый, а также в Карелии 7265 лет назад, субклад М459, также один из самых старых. Помимо этого, ископаемые носители гоплогруппы R1a обнаружены также в Швеции и в Дании. Субклад М417, датировка археологическая около 4700 лет назад, и субклад М459 и М198. Первый, это примерно 4500 лет назад, опять же археологическая датировка, и второй, чуть больше 4000 лет назад. Натин также он и в Польше, субклад М417, датировка археологическая 4000, 170 лет назад. То есть мы видим, что сами эти субклады образованы очень давно, первый повторяет 20 тысяч лет назад. Но по нынешним представлениям современной ДНК генеалогии, понадобилось немало лет, чтобы носители М420 прошли по всей Евразии, прибыли в Европу, и вот там находятся эти датировки, самая древняя, это на Оленем острове в Карелии, более 7000 лет назад. Вот мы чуть позже на этом остановимся. Далее опять мы воспроизводим ту же диаграмму, чтобы пояснить, где находятся субклады, о которых идет речь. Ископаемые эрадина найдены в срубной культуре. Сама культура датируется 3800-3200 лет назад. И субклады там найдены, опять же, старые М459, это второй сверху, это З93, это восточная арейская ветвь, она же юго-восточная арейская ветвь, и там же З21-23. Мы видим, что это второй сниз на данной диаграмме, он образовался примерно 4000 лет назад. И датировки там найдены как раз около 4000 лет назад, это 3740 и 3540 лет назад. Эти гоплогруппы, ископаемые найдены в Самарской области современной, и это хвост арейских миграций в Индию и Ран. Точнее, что значит хвост? Вот первые цифры здесь, 3800, самые старые 3740 лет назад, это, возможно, и голова арейских миграций, потому что арии прибыли в итоге в Индию и Иран примерно 3600-3500 лет назад. Так что вот те ископаемые, которые найдены с датировками 3800 и 3740 лет назад, это еще арии не пришли в Индию и Ран. Но дело в том, что там же найдены ископаемые R1-А с датировками гораздо меньшими. Это, скажем, 3200 лет назад. То есть это захоронение было сделано тогда, когда арии уже 200, 300, а то и 400 лет уже были в Индии и Ране. Поэтому, собственно говоря, я использовал выражение, это хвост арейских миграций. Теперь мы видим в середине на диаграмме, на это отмеченное желтым светом Z93. Это как раз те самые юго-восточные ветвь ариев, которые образовались непосредственно от Z645, это верхней части диаграммы. Это по представлениям современным, это как раз начало людей, которые можно назвать ариями. И вот Z93 как раз показывает, что это самая арийская ветвь юго-восточная, она и найдена в срубной культуре. Понятно, что это отражало риски миграции на восток срубной культуры. Далее ископаемые Р1а, найдены в синташтинской культуре, это Z2123, Z2124. Это субклады 2 и 3 снизу на данной диаграмме. Датировки более 4000 лет назад и чуть более 4000 лет назад. Опять же, это синташтинская культура, это вполне могли быть захоронения перед уходом ариев в Индию. Собственно говоря, перед, это означает за 400-500 лет до ухода ариев в Индию. То есть можно себе уже четко представить, что синташтинская культура, она включала в себя людей, потомки которых через много поколений, то есть через 15, 20, 30 поколений, они перешли в Индию, ну и в Иран, если это был переход из синташтинской культуры, что вряд ли. Скорее всего, арии перешли в Иран, из территории современного Таджикистана. Далее, потапская культура, опять же, Р1а. Субклад Z645, то есть это первый как бы арийский субклад, и Z94, это его ниже следующий. Датировка, опять же, выше 4000 лет назад. Намного, 4750 лет, и ненамного выше, это 4065 лет назад. Опять же, тут до индийские и до иранские датировки ариев. Далее, андроновская культура, Z2124, датировка 3300 лет назад. Это уже пост захоронения, после перехода ариев в Индию. Это Челябинск, Сымарская область и Алтайский край. То есть мы видим, что если Самарская область – это Волга, то Челябинская область – за Уралией, а Алтайский край – это далекое за Уралией. Это уже тысячи километров от Урала. Но видно, что субклады, в общем-то, в целом одни и те же. То есть мы видим, что это одни и те же племена, одни и те же рода. Они переходили от Волги до Урала, синташкинская культура, далее на юг в Индии, и далее, не далее, а параллельно, это переход в сторону Алтая. Вот таким образом прослеживая эти датировки и эти субклады, можно в целом представлять себе времена и направления древних миграций. Почему еще очень важно для археологии эти данные? Но дело в том, что археология базируется на других представлениях. Это, в основном, это артефакты, которые часто запутают археологов. Известно, что еще в 60-х, 70-х годах XX века археологи практически отказались от миграционных таких представлений, потому что обычно путалось, где начало миграции, где конец миграции. Например, нашли похожие горшки или похожие там на конечки копья, допустим, на Волге и на Урале. А археологи гадают, это что, были миграции с Урала на Волгу или это с Волги на Урал. И часто при этом была путаница. И известный лозунг англоязычный среди археологов того времени – это «горшки, не люди». То есть, если нашли горшки, то это не означает, что люди шли в тех же направлениях. То есть, на десятилетия археологи отказались от изучения миграции. Более того, было даже брано среди археологов слово «тот такой-то, он миграционист». То есть, он придерживается концепции миграции. Естественно, это нанесло большой ритм археологии. И вот сейчас, когда появились эти данные, казалось бы археологам самое время, но просто наброситься на эти данные и начинать их с интересом изучать и сопоставлять со своими представлениями. А нет. Вот археологи это не делают. По крайней мере, публикается таких «нет». И никаких данных, которые показали бы на интерес археологов, тоже нет. Что это означает? Только можно гадать. Теперь возвращаемся к ископаемым ДНК. Ископаемые эрогена найдены в Карашовской культуре. Найдены там З-645 и З-21-24. Датировки 3340 лет назад. Это в Минесинской котловине, это уже археологические датировки. Найдены не в Тагарской культуре. Это с датировками археологическими 2800-1900 лет назад. И Межовская культура в Каповой пещере найдена гаплогруппа Р-1А, М-417, и там же найдена гаплогруппа Р-1Б. Вот тоже, кстати, интересный такой вопрос. Дело в том, что Межовская культура традиционно рассматривалась как протоуграфинская культура. А почему она протоуграфинская культура? Это потому, что по представлениям археологов там нашли монголоидные черепа. Но раз так, это финно-угоры. Вот это как раз тоже поразительно. Почему-то монголоидность связывается с финно-угорской популяцией. То, что монголоидность могла быть у Р-1А, у Р-1Б, у С, у Ку, это гаплогруппы, почему-то это финно-угорская. Вот как раз в этом случае, пока среди найденных останков в Каповой пещере Межовской культуры ни одного носителя гаплогруппа Н не найдено. Вот опять показывает, почему важна ДНК-генеалогия. Можно с помощью пересматривать старые данные, и их, собственно говоря, они будут получать новое воззрение, новое представление. Но похоже, что археологам как раз это-то и не надо. Дальше. Ископаемые Р-1А были найдены у Иркутской, на берегу Ангары, с датировкой 8500 лет назад. Это субклад, опять же, М198. Это старый, древний субклад, более 10 тысяч лет назад. О его время его образования. Ну, в общем, то, что найдена археологическая датировка 8500 лет, этому не противоречит. И найдена в Таримском бассейне. Это пустыня Такла Макан в Уйгурском Синьцзяне, или это северо-западный Китай, с датировкой 4000 лет назад. И субклад, вышестоящий, к З-93. Почему это стоит специально отметить? Вообще-то здесь несколько таких положений, которые надо специально отметить. Во-первых, как только были опубликованы данные, что вот в Таримском бассейне найдены Р-1А, авторы той статьи тоже объявили, что это европейские носители. Они пришли туда из Европы. Почему? Ну, потому что думать не хотят и не умеют. Представление такое, раз Р-1А, это значит из Европы. То, что Р-1А образовалось в Южной Сибири, то, что Р-1А сейчас, правда, позже найдено у Иркутской. Вот такие вещи, они даже не хотят думать. Есть вот прямой линейность мышления. Все, раз Р-1А, это европейские. Так вот сейчас у меня была дискуссия с ведущим автором этой статьи. И он сказал, что то, что они из Европы, показывает то, что у них ткани, которые нашли вот остатки ткани на этих мумиях Р-1А, они имеют такой вид шотландского пледа. А значит, они из Европы. Ну, даже, может быть, из Шотландии. Вот она тоже линейность мышления. То, что они могли быть, наоборот, принесены из Центральной Азии в Европу, такое даже не рассматривается. То, что они могли бы совпадать по разным причинам, вот случайно просто разной ткани, я бы тоже не стал снимать это дело из-за рассмотрения. Короче говоря, я высказал предположение о том, что это мог быть автоктонные Р-1А, местные, коренные. На что, ну, просто можно сказать напрямую, что автор впал просто в истерику. Сказал мне, что нужно читать его книги, в которых описаны ткани европейские. Что, мол, это совпадает с тканями европейскими. А вот сейчас, да, они, кстати, гопалтип не определяли почему-то, хотя в руках был весь материал. Просто было сообщение, это еще в 2010 году, что это Р-1А. Далее, а сейчас исследователи китайские провели неоднократные исследования и пришли к выводу, что это какие-то странные Р-1А, потому что они не З-93, а до сих пор все, что найдено в тех краях, это были З-93, то есть это была та самая юго-восточная арийская ветвь. Они были найдены среди хакасов, они были найдены и в Индии, они были найдены в Иране, они были найдены в Южной Сибири, а вот тут вот такой вот облом. Вот это не З-93. Ну, раз это не З-93, раз это древние гопалтипы, а, кстати, если сравнить гопалтипы с уже датированным, получается, что общий предок этих таримских мумий жил примерно 20 тысяч лет назад. Вот она и, похоже, разгадка вопроса. То есть ткани здесь ни при чем, то, что Р-1А якобы из Европы ни при чем, просто нужно исследовать, а не фантазировать, не предлагать такие накатанные линейные варианты. Далее, когда мы говорим о ископаемых ДНК Р-1А, они в совокупности подтверждают древний миграционный пульт носителей гопалгруппы Р-1А из Южной Сибири на Запад до Европы, на Балканы. Это культура Липенский верх, где найдены костяки в скорченном виде, характером для Р-1А. Оттуда на русскую равнину в виде ветвей З-280 и З-93. Это обе арийские ветви. Только первая это северная арийская ветвь, или, если угодно, ветвь средней полосы русской равнины. З-93 это юго-восточная, степная ветвь. Дальше миграция этой ветви З-93 степной, или она же, повторяю, юго-восточная арийская ветвь, миграция на восток по Евразии. И дальше цепь археологических культур. Это срубная, Потаповская, Синташтинская, Андроновская, с переходом в Иран и в Индию. Далее продолжение миграции Р-1А за Урал до Алтая, с образованием гораздо позже культур скифского круга, опять же З-93. И возврат на Запад как скифы, как аланы, как хазары, гоплогруппы Р-1А уже в первом тысячелетии до нашей эры, в первом тысячелетии нашей эры. Вот такая тоже выпуклая, характерная картина образуется. И опять же на этом пути, на этом пути этого изучения, ясно, почему это надо изучать. Потому что многие археологи выводят срубную культуру из ямной, что быть просто не может, потому что ямная культура, пока все, что до этого найдено, указывает на то, что там были носители гоплогруппы Р-1Б, а срубная культура гоплогруппа Р-1А не может Р-1А образоваться с Р-1Б. Это разные культуры, более того, направления миграции разные. Если Р-1А шли с запада на восток, то и Р-1Б шли с востока на запад. То есть здесь перепутано все. Перепутан рот, перепутан направление движения, и перепутан язык, как я уже говорил, в ямной культуре приписывают, абсолютно безосновательно, приписывают индоевропейские языки, которых там никогда у них не было. Собственно говоря, если, а мы уже знаем, что ямная культура отражает миграции с востока на запад, то получается, что индоевропейские языки должны появиться где-то в афанасьевской культуре, где-то в Южной Сибири. Но это вообще нонсенс. Таких данных нет, и, конечно, вряд ли будут. Так что здесь повторяю, что изучение ДНК генеалогии дает в руки археологам-лингвистам мощнейший инструмент. Вот почему они его игнорируют? Кроме как, я уже повторил, отсутствие хорошей научной школы, отсутствие желания мыслить в целом, отсутствие желания что-либо новое изучать, оно совершенно ошеломляющее. То есть вот так вот выясняется ментальность вот этой огромной сферы, в частности, в российской науке. Я понимаю, что можно сказать, да, они заняты своими делами, но ученый, он должен иметь кругозор, он должен сразу схватывать, а что, какие интересные вещи, какие находки могут открыть новые горизонты. Если он в этом направлении не думает, он не ученый. Дальше перейдем к Р1Б. Древнейшая ископаемая гоплогруппой Р, Р пока, это, значит, такая дедушкина по отношению к Р1Б, была найдена вблизи Байкала, это в селе Немальтое, с датировкой 24 тысячи лет назад. Предположительно, Р1Б образовалась там же, в Южной Сибири, хотя прямых подтверждений этому пока нет, но есть цепь субкладов от Р1Б М269, это один из ранних, хотя образовался он, по данным СНИП-мутации, примерно 7 тысяч лет назад, и у него есть нисходящие от М269, есть Л23, это примерно 6,5 тысяч лет назад время образования, и дальше З2103. А вот этот З2103, тот, который нашли в ямной культуре. И параллельные линии, это Р1Б М73. Все это указывает направление миграции с востока на западное направление миграции. Ископаемые Р1Б найдены также в Оленинской культуре, датировку 7620 и 6615 лет назад, и явной культуры, несколько больше 5 тысяч лет, и несколько меньше 5 тысяч лет, ну, скажем, грубо говоря, 5 тысяч лет назад. Найдены они в Самарской области и в Калмыкии. И вот их нисходящийся вклад Л23 найдены в Европе, но не из ямной культуры. Они проходят их путь, их от ямной культуры, через Кавказ, где Л23 много очень, далее это Месопотамия, где Л23 многое, и дальше до Переней добралось их очень малое количество. И вообще в Европе Л23 очень малое. И тем не менее, вот те остатки Л23 нисходят с Перенейского полуострова, как малая примесь к культуре колоколовидных кубков. И далее носители Р1Б расселились по Европе. Вот когда они по Европе расселялись, вот те самые ископаемые ДНК, что в заглаве этого слайда, это G2A, И, она же I, если по-английски, и Е1Б, В13 субклад, они найдены все в Европе с датировками около 7000 лет назад. И после 5000 лет назад они все исчезают. Вот как раз тогда, после 5000 лет назад, когда Р1Б и РБИНы расселялись активно по Европе, вот эти, повторяю, эти гоплогруппы, GI и Е1Б, они пропадают. То есть, похоже, что они были просто уничтожены носителями Р1Б, и действительно, позже, чем 4500 лет назад, они практически не найдены. Нашествие вот этих самых РБИНов, оно привело к тому, что историки-археологи знают этот термин Старой Европы, то есть они привели к гибели Старой Европы. Но Старая Европа – это как раз автоктонные коренные жители Европы. И практически полное уничтожение, повторяю, мы наблюдаем, мужского населения Европы. Действительно, их количество упало, по некоторым данным археологическим, упало примерно в 17 раз. А вот женские гоплогруппы, митохондральной ДНК, они сначала чуть упали, а потом быстро стали развиваться параллельно с развитием гоплогруппы Р1Б. Далее гоплогруппа С. Вот ископаемая гоплогруппа С была найдена на русской равнине, в Костерках, с археологической датировкой 38700 лет назад, до 36300 лет назад. И возраст древнейшего слоя этих стоянок от 42 до 40 тысяч лет. Вторая по древности гоплогруппа С, это субклад С1А2, В20, была найдена при раскопках в Турции, но датировки намного меньше, уже 8400-8200 лет назад. Далее найдена в Испании, с датировкой 7000 лет назад, в Венгрии, в двух ископаемых ДНК с датировками несколько больше 7100 лет назад. Если мы переходим к гоплогруппе Ку, то эта гоплогруппа Ку имеет восточно-евразийское или центрально-азиатское, она же сибирское или монгольское происхождение. И она распространена среди коренного населения Северной и Южной Америки, ну и еще и среди сибирского населения. Ископаемые ДНК гоплогруппы Ку были найдены в Северной Америке с датировками 12630 лет назад и вот в интервале 8700-8400 лет назад в штате Монтана и штате Вашингтон. Соответственно, это тот, который нигде, город Вашингтон, это штат Вашингтон, это около Канады, на северо-западе США. Найден он и холдинской культурой в Самарской области с датировкой еще 1615 лет назад. Последние Найден, то есть это Ку, Найден вместе с гоплогруппой Р1Б, и определенно они пришли опять же с Востока, со стороны Центральной Азии, Сибири, Алтая. В целом, к настоящему времени были найдены более 100 ископаемых ДНК. И определены, но не всегда, и гоплогруппы, и в некоторых случаях редко субклады, и очень редко гоплотипы. Популяционные генетики не понимают ценности гоплотипов, да и субкладов тоже. И в последнее время предпочитают заниматься геномным анализом, делают выводы и заключения, которые практически непроверяемые, потому что файлы, которые они оперируют, это гигабайты, терабайты, это уже специальные компьютеры, но просто они сообщают то, что они якобы нашли. Проверить это невозможно. И это очень удобно, это такая удобная стала наука. Данные по гоплогруппам, субкладам и гоплотипам, их выводы обычно опровергают. И может быть поэтому они их не изучают. Они игнорируют сведения и по гоплогруппам, и по гоплотипам, и субкладам. Обычно эти сведения получают энтузиасты, которые имеют доступ к базам данных, геномным, и сами вытаскивают из них сведения о гоплогруппах, гоплотипах и субкладах. Если определяют геномные генетики их, то обычно не комментируют, просто помечают в приложение, а в самой статье обсуждения нет. Как только начинаешься поставлять эти данные по субкладам, гоплогруппам, гоплотипам, и данные выводы по геномному анализу, то эти данные геномные абсолютно тут же рассыпаются. Вот это было, я уже рассказывал, про то, что якобы ямная культура, ее носители или ее насильники пришли напрямую из ямной культуры прямо в Европу, принесли индоевропейский язык. А данные по субкладам не совпадают, потому что явно они ушли не в Европу, а ушли, повторяя, через Кавказ, месопотамию по другому совсем направлению. Вот если бы в этой статье, в которой 66 авторов геномной популяционной генетики, в них был хотя бы один человек, понимающий группу гоплотипов, то вот такого ляпа колоссального эти генетики бы не сделали. Но они поэтому не включают этих специалистов, потому что гораздо удобнее фантазировать, а не базироваться на действительно реальных данных. Так что то, что определяет геномный анализ, ДНК-генеология обычно отношения не имеет. Это совершенно другая методология, другой характер выводов, другая наука, часто в кавычках, в значительной степени выводы фантазийные. Как показывает опыт, историческая реконструкция на основе геномного анализа практически невозможна или является ошибочной. Иначе говоря, исходные данные геномного анализа, ископаемых ДНК, исключительно ценные. Вопроса в этом нет, но интерпретации генетиками, как правило, никуда не годится. ДНК-генеология надо переходить на ископаемые ДНК своими методами, четкими и количественными. Вот на этом мы завершаем данную лекцию. И следующая лекция, в ней пойдет речь о персональной ДНК-генеологии. ДНК-генеология